Продолжение следует... Давайте будем знакомиться. Меня зовут Калиников Павел Юрьевич, я руководитель учебно-методического центра компании Директ Медиа, и я сегодня буду проводить для вас вебинар. Насколько я знаю, у нас сегодня присутствуют люди из нескольких библиотек, возможно, даже из нескольких регионов России. Пожалуйста, я хотел бы познакомиться. Напишите, пожалуйста, откуда вы, из какого города, из какой библиотеки. Я тогда буду знать, что у нас здесь либо достаточно широкий, либо относительно узкий круг лиц. Прямо в чате можете написать свои города, где вы... А, понятно. Значит, да, даже я знал, что в основном из Чувашии, изначально Чувашия заказала этот вебинар, но, да, народу достаточно много. Все, понятно. Значит, у нас сегодня широкое представление достаточно. Ну, что, у нас сегодня с вами три темы. Мы их буквально пробежимся по ним, потому что, на самом деле, каждый из этих тем тянет так на часовой вебинар. Ну, тем не менее, достаточно подробно познакомимся, чтобы можно было бы с этими темами работать. Первая наша сегодняшняя тема – это... Да, сегодня я расскажу про продукты компании Директ Медиа для публичных библиотек. И, разумеется, первый из этих продуктов, непосредственно предназначенный для публичных библиотек – это библиотека Non-Fiction. Это решение специально для публичных библиотек, обладающее некими свойствами. Ну, пару слов про компанию Директ Медиа. Это и издательство, и агрегатор учебного контента. И, так, много других продуктов мы тоже производим. Некоторые продукты платные, некоторые совершенно бесплатные. Вот о них сегодня и пойдет речь. Итак, библиотека Non-Fiction, флагманский наш продукт, называется «Университетская библиотека онлайн». И мы о ней сегодня поговорим, но чуть-чуть попозже. А начнем с продукта, который называется «Библиотека Non-Fiction». Что это за продукт? Ну, публичные библиотеки имеют, по сравнению с вузами, имеют, с вузовскими библиотеками, скажем так, имеют ряд особенностей. И вот именно эти особенности мы постарались учесть в продукте, который называется «Библиотека Non-Fiction». Вот я чуть-чуть попозже расскажу кое-что общее для тех, кто пришел по поводу сертификатов. Это, наверное, вам интересно. Просто дождусь. Обычно не все сразу приходят на вебинар где-нибудь в середине, и между нашими продуктами расскажу об этом. Итак, как я говорил, наш флагманский продукт «Университетская библиотека онлайн», но она, скажем так, обладает избыточным функционалом с точки зрения публичной библиотеки. Поэтому специально для публичных библиотек, для читателей публичных библиотек, и, разумеется, для библиотекарей публичных библиотек, мы сделали особый продукт, который имеет упрощенный интерфейс, который прост в обращении как с точки зрения читателя, так и с точки зрения библиотекаря. Ну и распространяется этот продукт совершенно по другому принципу, по модели комплектования по требованию пользователя, о которой я расскажу чуть попозже, который позволяет, с одной стороны, пользоваться максимально широким ассортиментом, и оплачивать только те книги, которые являются востребованными конкретно вашими читателями. Доступ к библиотеке Non-Fiction осуществляется как со стационарных компьютеров, так и с мобильных устройств при помощи мобильной версии сайта, а также мобильного приложения, бесплатного мобильного приложения. Вот адрес библиотеки Non-Fiction, три буквы лип перед нашим основным доменом второго уровня BiblioClub.ru, и вы попадаете в библиотеку Non-Fiction. Главный экран достаточно прост. Так, давайте я включу рисовалку и начну что-нибудь... Сейчас. И начну чего-нибудь рисовать. Главный экран достаточно прост. Как всегда, на самом верхнем, почти во всех наших продуктах... Так, надо увеличить размер пера. Сейчас, одну минутку. Да, вот так примерно. Так, сейчас сотрем. На самом верху экрана располагается поиск. Ну, и это, собственно, соответствует современным представлениям о том, что есть электронная библиотека. Разумеется, в электронной библиотеке немножко не так, как в обычной библиотеке, где люди пользуются прежде всего каталогом и потом находят что-то... посредством него находят нужные книги. В интернете поиск является главным способом что-либо найти. И он у нас тоже располагается на самом верху. Поиск бывает либо обычный, либо слегка усложненный с некоторыми фильтрами. Ну, в основном, можно найти сразу и строки поиска. Ну, а ниже располагается стандартный рубрикатор разных видов, в котором можно найти книги уже обычным способом через разные виды каталогов. Ну, кроме того, на самом видном месте располагаются, во-первых, новинки недели и самые популярные книги, которые у вас пользуются спросом. По контентному составу. Библиотека содержит более 60 тысяч специально отобранных изданий литературы в жанре нон-фикшн от русскоязычных издательств России, Белоруссии, Украины и других. Под жанром нон-фикшн мы понимаем в самом широком смысле книги, которые не являются художественной литературой, которые не являются напрямую учебниками, а являются промежуточным жанром, в котором научным, научно-популярным жанром, методическим и так далее. Фонд нон-фикшн нашей библиотеки нон-фикшн рассчитан на широкий читательский интерес и содержит книги по следующим тематическим направлениям. Научно-популярную, деловую, образовательную, познавательную литературу и так далее. То есть надо понимать, что в нашей библиотеке нон-фикшн есть книги как совершенно широкого спроса, так и достаточно предназначенные для образованного читателя. Вот и те, и другие у нас есть и то, и другое в жанре нон-фикшн. Ряд библиотек у нас уже подключен, не буду их перечислять. Как я уже говорил, большое количество издательств, среди них достаточно известные, такие как «Ман Иванов Ферберг», «Книжный мир», «Прогресс традиция», «Русское слово», «Этерна», «Белый город», «Пальмира», «Проспект», «Реполклассик», ну и, конечно, наше собственное издательство, представлено практически всеми своими книгами, издательство «Директ Медиа». Повторюсь, наша компания является в том числе и издательством, более того, чисто исторически мы как раз и являемся издательством. Наши книги тоже входят в состав библиотеки. В состав библиотеки также входит периодика вплоть до около 300 актуальных тематических журналах с глубиной архива до 5 лет, включая актуальные новинки последних годов. Сразу скажу, не по всем журналам у нас вот глубина-то, не глубина, а наоборот, актуальность до 2018 года, но ближайшие годы есть почти почти по всем журналам. Особый раздел библиотеки «Нонфикшн» это аудиокниги. Более 2400 аудиокниг доступны для лиц с ограниченными возможностями, но и не только лиц с ограниченными возможностями. Конечно, любые пользователи имеют доступ к аудиокнигам, аудиокниги достаточно популярны и у обычных пользователей тоже. в составе нашей библиотеки есть так называемые тематические коллекции. Это коллекции литературы, отобранные по определенному узкому направлению. Подбирали эти книги специалисты в данной области библиофилы и библиографы, поэтому если ваши читатели пришли с конкретной проблемой и им, например, надо подготовить реферат или глубоко изучить проблему по какой-то теме, такой вот, как, например, военная история, философская мысль, музыкальная классика и так далее, вы можете их свободно направлять вот в эти тематические коллекции. Их, если не изменяет память, в этой библиотеке более 60 65, по-моему, или около того. Вообще, у нас тематические коллекции присутствуют во всех наших продуктах. В университетской библиотеке онлайн их более 180. Ну, вот, в эту библиотеку вошло около 60-70 тематических коллекций. Надо отметить, что если читателю нужен узкий опыт именно в этой области, лучше тематических коллекций ничего придумать нельзя, потому что здесь, как я уже говорил, сосредоточена такая глубокая работа библиографов и библиофилов по данному направлению. То есть, просто поиском читатель или даже вы, как библиотекарь, сразу эти книжки все не обнаружите, потому что, ну, просто многие из них могут не иметь соответствующих ключевых слов, по которым вы их ищите. Тем не менее, к теме они относятся. Так что я очень люблю и всегда пропагандирую эту часть наших библиотек электронов. В подвале сайта располагаются две инструкции, достаточно простые они, инструкции для библиотекаря и инструкции для читателя. Их можно открыть и сразу почитать, как работать с библиотекой и что с ней делать. Комплектование по требованию. Ну, собственно, вот та отличительная черта, основная отличительная черта для библиотеки, не для читателей, а для библиотеки, которая обладает библиотекой Nonfiction. Суть примерно такая. Из всего набора литературы, как я уже сказал, в 60 тысяч с лишним наименований, вы можете включить в свой фонд только то, что нужно конкретно вам, пользуется конкретно спросом конкретно у ваших читателей. И, соответственно, только в этот момент будет производиться списание средств со счета, с условного счета определяемого, сумма определяется договором, годовым договором, а списание будет осуществляться на основе требований ваших читателей. Часть фонда вы можете сразу разместить в свой фонд, то есть библиотекарь может это сделать вместо читателя, зная, что данные книги будут иметь спрос. Ну, а остальную часть можете оставить своим читателям, для того, чтобы они отправляли вам заявки. Когда читатель в своем личном кабинете видит книгу, нашел какую-то книгу, он может ее сначала полистать, понять, что она ему интересна, и после этого отправить заявку. Здесь вот стрелочками обозначу эту. Что при этом происходит? Теперь перейдем в личный кабинет библиотекаря, и увидим, что в нем есть такая настройка порог одобрения заявок на подписку. Вы можете выставить некий порог, исчисленный в рублях, с шагом в 100 рублей. Выглядит это вот примерно так. Книги ниже этого порога будут автоматически зачисляться в ваш фонд. Это означает, что сразу после того, как подается заявка, эта книга становится доступным, и вам ничего не надо делать. А вот книги дороже этого порога отправляются к вам на подтверждение. Вы должны сделать акцепт, то есть разрешить пользоваться этой книгой и поместить ее автоматически в ваш фонд. Вот как это происходит. В вашем личном кабинете есть вкладка, которая называется «Запрошенные книги», и в этой вкладке есть сведения о запрошенных книгах, о самой книге, о ее стоимости подписки на нее, о дате заявки, дате вашего решения, и собственно о статусе. Вот этот статус это и есть ваше подтверждение на использование книги. Статусов бывает три. Книга одобрена, книга отклонена по каким-то причинам, и книга ожидает подтверждения. Вот здесь вы можете нажать либо на галочку и подтвердить эту книгу, поместив ее в ваш библиотечный фонд, и одновременно списав с вашего счета соответствующую сумму денег, либо отклонив по какой-то причине, и значит эта книга будет отклонена, она в ваш фонд не войдет, и тот человек, который ее заказывал, не сможет ее почитать. Ну вот здесь, например, пример отклоненной книги. Книга достаточно дорогая, видимо, была она по мнению библиотекарей, с другой стороны, книга достаточно частная, вряд ли кто-то кроме вот этого человека ее потом еще используют, а разумеется, вам надо беспокоиться прежде всего о тех книгах, которые будут неоднократно использованы, и, соответственно, повысят эффективность использования вашего фонда. Ну, в кабинете библиотекарей есть еще и другие возможности. Самая простая возможность это посмотреть статистику, статистику по книгам. Здесь те же самые книги распределяются по количеству просмотров, статистику, можно указать начало периода, за который вы хотите посмотреть статистику, конец этого периода. Можете выгрузить результаты в Excel, не только посмотреть с экрана, но и забрать в Excel, чтобы потом подробнее проанализировать, либо включить в какой-то ваш отчет или какой-то другой документ. Ну, и можете нажать на вот эту кнопочку, чтобы посмотреть еще подробнее, какие страницы просмотрены у этой книги. Издания располагаются по рейтингу сверху вниз, по количеству просмотров. Вы сразу можете понять, какие издания наиболее востребованы, какие наимелие востребованы. И при продлении договора можете сразу, в следующий раз подключить эти издания, потому что они уже доказали свою эффективность для вашей библиотеки. Есть еще просто фонд библиотеки, то есть перечень тех же книг в произвольном порядке, в порядке их подключения, но можно здесь по алфавиту расставить, либо как-то по-другому. Здесь вы также можете фильтровать по названию книги, фамилии, имя, отчество автора и так далее. Также можете это выбрать, выгрузить всю выборку в формате Excel или CSV. Наконец вы можете посмотреть читателей, список, фамильный список, фамилии, имя, отчество и их e-mail. И тут я хотел бы отметить, что логины и пароли читателям раздаете вы, и логины и пароли при данном способе взаимодействия не являются ограничивающим фактором, не являются ресурсом. То есть сколько вам надо, столько логинов и паролей у вас и будет. То есть полностью все взаимодействие, экономическое взаимодействие, оно осуществляется при помощи механизма, описанного мной механизма соответственно, а сколько там читателей прочитают вашу книгу абсолютно безразлично. То есть если у вас есть какая-то суперпопулярная книга, конкретно для вашей категории читателей, ее тысяча читателей хотят прочитать, это никак не скажется на стоимости книги. Она вот как ушла в ваш фонд, например, за 200 рублей, так это все и остается. Вот. Таким образом это надо сразу понять, что количество читателей не является ресурсом. При подключении вам выдается какое-то количество логинов и паролей, если вам надо, по вашему запросу любое количество логинов и паролей вам предоставляется дополнительно. у нас, как я уже говорил, есть два способа мобильного подключения, подключения через мобильные устройства, через гаджеты. Первый исторический путь это мобильная версия сайта. Она тоже достаточно функциональна. Надо просто добавить буковку М к обычной версии нашего сайта. Не лип библиоклуб.ру, а млип библиоклуб.ру. Более удобный способ это мобильное приложение, бесплатное мобильное приложение, которое так и называется библиотека Nonfiction. Можете его поискать на всех платформах оно существует, Android, iOS, Windows. Ну, имеется в виду Windows Mobile. Среди бесплатных мобильных приложений в соответствующем магазине приложений, ну, для Android, например, в Play Market и так далее. Google Play. Прошу прощения. Разумеется, пользоваться нашими книгами можно, я это не упомянул, но считаю, что это вполне разумеется, пользоваться можно не только из стен вашей библиотеки, но и в любом месте, где есть интернет, после выдачи логина и пароля, поэтому мобильные пользователи могут пользоваться в метро, в транспорте и так далее, как им это более удобно. Ну, вот по поводу этого нашего продукта практически все. Если вам нужна дополнительная информация, обращайтесь к менеджеру проекта Алексею Архангельскому, он сейчас у нас, как я вижу, присутствует в чате, можете задавать ему вопросы сразу. если не сейчас, то вот по этим адресам можете с ним всегда связаться. Так, я вижу вопрос, есть ли Alpina Publisher. мы сотрудничаем с Alpina, вот если конкретно она в библиотеке Nonfiction, я, честно говоря, просто так не помню, вы знаете, мы работаем почти с полутора сотнями тысяч различных книг, в голове, к сожалению, не удержишь. Мы, вот, может быть, я попрошу Алексея тогда этот вопрос изучить и ответить вам конкретно на него, есть ли Alpina или нет. Так, пока вы будете задавать вопросы, если они у вас есть, я загружу другую презентацию. и пока она загружается, я хотел бы вам ответить на вопрос, видимо, собрались уже все, кто хотел прийти на вебинар, хотел обратить внимание, что одну минутку, загружу сейчас одну страничку, хотел бы вам передать вот эту вот ссылку. Все присутствующие на данном мероприятии после мероприятия смогут получить бесплатный сертификат о прохождении этого, о участии в этом вебинаре, через вот эту вот ссылку. По этой ссылке открывается окно поиска, в нем вы должны вбить либо свою фамилию, ну, иногда имя дополнительно, если несколько человек с такой фамилией, либо свой e-mail и в списке вебинаров выбрать тот вебинар, который мы сегодня, который сегодня проходит и получить сертификат. Сертификаты будут доступны примерно через час после окончания вебинара. Сразу сейчас туда не вбивайте, пока еще нету этой информации, потому что после вебинара я получу информацию о том, кто присутствовал на вебинаре и только им будет выдан электронный сертификат, именной электронный сертификат, который вы сможете распечатать и при необходимости повесить над собой. Ну что ж, теперь мы переходим к двум другим нашим продуктам, к университетской библиотеке онлайн и карт-порталу. Как я уже говорил, университетская библиотека онлайн это наш флагманский продукт, который разработан для вузов, для вузовских библиотек. Вузы имеют некоторые иные отношения с литературой, с электронной литературой, нежели публичные библиотеки. У них по закону они должны подключаться к какой-то электронной библиотечной системе, если хотят иметь в своем доступе не только бумажную литературу, которую закупать достаточно сложно и дорого, но и электронную. И второе, точнее третий уже продукт, которым я бы хотел рассказать, он стоит особняком, это арт-портал, это по сути дела наш бесплатный образовательный продукт с платными опциями, которые существенно повышают его качество. Об этом я расскажу в процессе своего дальнейшего повествования. Давайте начнем с университетской библиотеки онлайн. Если войти на главную страницу университетской библиотеки онлайн, вы увидите примерно такой дизайн. Несколько слов о нашем продукте более 120 тысяч книг, уже наверное где-то к 130 подходят тысячам книг в университетской библиотеке онлайн, у нас более нет, вы неправильно поняли, сертификат можно получить по ссылке, которая выше приведена в чате. Вот на один шаг выше относительно вашего вопроса есть вот этот адрес. В этом адресе вы просто можете вбить свой мейл, под которым вы зарегистрировались на вебинаре и получить сертификат. Еще раз обращаю внимание, не сейчас, а где-то через час после окончания нашей работы. Это я отвечаю Ольге Вячеславовне. Итак, более 450 вузов подписчиков у нас, у компании ДиректМедиа более 25% рынка электронных библиотечных систем. Мы более чем 400 издательствами, если не изменяет память, уже больше гораздо контактируем, они являются нашими поставщиками. Из них более 150 издательств являются вузовскими издательствами, то есть небольшими издательствами. Это такое точечное попадание в нашу аудиторию вузовскую. Среди этих 120 тысяч книг есть учебники, есть научные издания, есть литература журналы, есть различные мультимедиа ресурсы и так далее. Дальше там сколько наша аудитория потенциальная и так далее, сколько книгообращений. Вот у нас есть такой слоган «Больше чем ЭБС». Это наш принцип. Состоит он в том, что мы агрегируем не только книги, а различные другие формы электронного контента, такие как мультимедиа контент. Предоставляем дополнительные возможности, такие как детектор плагиата. В последние 2,5 года мы работаем с самым популярным на российском рынке детектором плагиата, который называется антиплагиат. Мы с ним интегрированы по принципу единого окна. у нас есть открытые проекты от портала «Энциклопедиум». В них можно работать свободно. Кроме некоторых дополнительных опций у «Энциклопедиум» свободен. Мы осуществляем функцию «Печать по требованию», «Принятый демант» при необходимости. Для некоторых категорий, таких как преподаватели, мы осуществляем «Преподаватели-авторы», мы осуществляем продвижение их в ринц, повышение их индекса цитирования. Некоторые отличия нашей ЭБС от других. У нас больше ведущих и уникальных издательств. Это не значит, что у других ЭБС нет своих преимуществ. Есть, но я говорю о нашей ЭБС. Итак, у нас больше ведущих и уникальных издастей, в любой другой ЭБС. Шире у нас представлены гуманитарные дисциплины. Очень хорошо представлены у нас такие направления, экономика, управление, финансы, бизнес. Собственно, наиболее востребованные направления для вузов. Что греха таить, у нас сейчас в вузов в основном почти каждый вуз пытается иметь у себя экономическое направление, менеджерское направление и так далее. Может быть, это некоторый перекос, это неправильно, но это так, и мы соответствуем этому спросу от наших вузов. Ну и разумеется, у нас есть свои собственные книги, книги издательства Директ Медиа, они тоже входят в состав контента. Вот наша главная страница под номером 1 на самом верху у нас располагаются все наши проекты. Это, собственно, не... Так, надо мне опять включить рисовалку. Вот здесь, вот под номером 1 располагается переход к нашим другим проектам. Это арт-портал, бизнес-библиотека, энциклопедиум, библиошкола и другие наши проекты. Интернет-магазин, да, у нас еще есть интернет-магазин книг наших, где можно книги приобрести для скачки уже. Вот, как всегда, на самом верху располагается поиск. Этот поиск может быть обычным и расширенным с большим количеством возможностей. Так, вы знаете, что я забыл сделать? Я забыл включить возможность скачивания. Сейчас я об этом скажу. Одну минутку. Возможность скачивания некоторых ресурсов. Завершу про первую страницу рассказ. Значит, вот справа располагается маленькое менюшко. Она так, достаточно скромный вид имеет. Пока по ней не щелкнуть. Это личный кабинет. у нас несколько видов пользователей ролей. Самая главная роль это роль библиотекаря. Библиотекарь имеет максимальный функционал и управляет всем, что происходит в рамках его библиотеки. роли среднего уровня это роль преподавателя в основном и сходные с ним роли не будем сейчас рассматривать. В основном это преподаватели, которые в основном могут читать, но также могут принимать участие в некоторых операциях совместно с библиотекарем и имеют для этого соответствующий функционал у себя. Ну и наконец читатели. Самый нижний уровень, студенты, читатели. С одной стороны он нижний, с другой стороны он главный, потому что ради них все и сделано. Они имеют возможность подбирать литературу, делать поисковые выборки, откладывать литературу на свою полку, потом возвращаться к ней, делать различные рефераты внутри, прямо внутри ЭБС, не выходя даже не делая копии в Word и так далее. Пункты 4, 5 и 6 это различные формы каталогов, рубрикаторов, в которых можно найти книгу уже не поиском, а по различным признакам, по различным другим признакам, таких как укрепленные группы специальностей, индекс ББК, направлению области, гуманитарные, естественные науки и так далее. Либо пункт 6 по основным разделам сайта по видам контента. Аудиоконтент, доступ к издательствам, коллекциям, обучающим мультимедиа и так далее. пункт 7 это такая вкладочка, она по-разному располагается, иногда сбоку, иногда снизу, ее формат меняется время от времени. Это вкладка оперативного доступа к хелпу, точнее даже не к хелпу, а к техподдержке. То есть здесь вы можете нажав на эту вкладочку обратиться к нашей техподдержке. Чуть попозже я подробнее расскажу. Ну и подвал нашего сайта включает новости, в частности расписание вебинаров, которые у нас проходят в рамках нашей программы Директ Академия каждый день почти, каждый рабочий день. Вот очень важный пункт 2 это полное меню нашего сайта. Здесь есть пункты, которых наверху нету. Пункты достаточно важные. Ну во-первых, у нас компания Директ Медиа информационная вот здесь информационная часть вот это вот тоже некоторые пункты, по которым можно перейти только отсюда такие пункты, как тематические коллекции и вот это те же самые тематические коллекции, о которых я вам рассказывал в формате. предыдущего продукта здесь они тоже присутствуют издательские коллекции, переход там к видео, цифровым картам и так далее. Ну и про эти пункты рассказывать не буду. это переход к нашим страницам в социальных сетях и к нашему достаточно большому видеоканалу на Ютубе, куда, кстати, будет помещена и запись вот этого вебинара. Запись сейчас ведется и в случае необходимости вы сможете воспользоваться записью этого вебинара для того, чтобы повторить что-то. В самом начале я вам не сказал о одной важной возможности, которую вы имеете. Вы можете скачать те презентации, которые я вам сейчас презентую. Для этого вам надо, если у вас сейчас не включена справа от основного поля вебинара не включена колоночка поля, которое называется ресурсы, то, пожалуйста, посмотрите вот сюда наверх. Здесь вы увидите в правом верхнем ряду ряд в правом верхнем углу ряд кнопочек. Первый из них поднятая рука, смайлик. И вот вас интересует пятая по счету. в виде такой папочки серой. Это скрыть ресурсы и показать ресурсы. Если вы нажмете на нее, то попеременно будет открываться или закрываться поле справа. И в этом поле вы можете скачать те презентации, которые у меня здесь есть. У меня в презентациях есть некоторые ссылки, поэтому имеет смысл скачать, чтобы воспользоваться в дальнейшем этими ссылками. Кроме двух презентаций, я еще поместил четыре учебных ролика по университетской библиотеке онлайн. Вы их тоже можете скачать, либо можете посмотреть на нашем YouTube канале, не скачивая, по вашему усмотрению. Один из этих роликов мы сегодня с вами посмотрим прямо в процессе вебинара. Обращаю ваше внимание, что для того, чтобы скачать эти файлы, надо нажимать не на название файла, а на зеленый значок перед названием, слева от названия файла. вот тогда запускается процесс скачивания и вы можете получить этот файл прямо к себе. Давайте пойдем дальше по теме. У нас есть некоторые особенности при дополнительной возможности. Я бы назвал их так при работе с книгами. При осуществлении поиска книг сначала вы попадаете в предварительный экран, где можно видеть все описание книги и здесь можно взять библиографическое описание посредством вот этой кнопочки. То есть, если вы заинтересованы в том, чтобы скачать ссылку на эту книгу для себя, например, использовать в своем реферате в списке источников, вы можете взять вот эту библиографическое описание и прямо его использовать. Это очень полезно для научных работников, для студентов, которые пишут какие-то работы и так далее. Точно так же у нас есть еще список литературы, которым тоже можно воспользоваться для таких же самых необходимости. То есть, если в книге есть список литературы, то он есть вот здесь еще на обращаю ваше внимание, еще на этапе предпросмотра, то есть за один клик до собственно чтения. Это очень важно, потому что в электронных ресурсах один клик это очень много значит. То есть, если что-то располагается в 5-6 кликах от основного экрана, куда попадают все пользователи, то значит это очень плохо доступно. И чем ближе к основному экрану, тем больше людей это увидят и могут воспользоваться этим сервисом. Поэтому вот эти две возможности связанные с цитированием и с помещением с использованием списков литературы мы поместили как можно ближе к основному экрану. Вот. Читалка. Читалка у нас достаточно обычная, хотя есть некоторые необычные свойства у нее. Мы ее максимально адаптировали с тем, чтобы она была похожа на традиционную читалку Adobe Reader. Вот. Ну, какие у нее есть поиски, какие у нее есть возможности поиск по внутреннему содержанию книги, уже полнотекстовый поиск по самой книге. Это возможности перемещения вперед-назад, они вот достаточно обширны, можно по-разному это делать, либо переходить на конкретную страницу, вперед-назад по одной странице, в начало, в конец издания, они еще здесь есть, он не показан, внизу есть такой движок, которым можно тоже пользоваться и просто двигаться движком от начала книги до конца. Пункт третий достаточно интересен, вот этот вот, в нем есть такая вот кнопочка, вот я ее сейчас подчеркну, мы ее называем электронная библиотека как сервис. по этой кнопочке вы можете вставить до трех страниц из любой книжки в качестве материала на свой сайт, на свой блог, на сайт библиотеки, в общем, в любое место открытое, где есть HML-код. Обращаю ваше внимание, что это не просто копипейст, это возможность вставить целиком вот эту читалку с тремя выбранными страницами в то место, которое вы считаете нужным. Еще раз обращаю ваше внимание, это очень важно, данный процесс является легальным, то есть авторы этой книги получают свои вознаграждения независимо от того, что вы разместили это в открытом доступе. Как только вы производите смену страницы, то определенный показ или смена страницы, то в нашей системе рядом с этим автором, если он еще жив и обладает правами, происходит смена счетчика и в конце концов по количеству этих чтений осуществляется вознаграждение этому человеку. Поэтому считайте, что это такой наш подарок для пользователей ЭБС, которые имеют возможность небольшой фрагмент книги вставить в свой собственный открытый ресурс. О чем еще надо поговорить? Ну вот пункт 4 это как всегда связан с тем, чтобы удобнее было читать, увеличить, уменьшить масштаб, развестать во всю страницу полностью, либо вообще на весь экран, либо наоборот сузить до окошка. Ну и пункт 5 он позволяет во-первых взять получить текст страницы, имеется в виду текст именно в формате текста, который можно копипейстом куда-то вставить, распечатать страницу, ну и вот здесь интересный пункт такой, последняя кнопочка сделать пометку на странице, ну вот примерно так, как я сейчас делаю пометочку вот такую, можно просто маркером пометить определенное место в книге и это место останется навсегда в данном, пока вы не сбросите его, в данном аккаунте от входа к входу оно остается, не уничтожается. Ну и наконец я забыл вот в третьем пункте пометить вот эту вот кнопку PDF это возможность взять в одной сессии до 10% книги сохранить ее формат PDF для себя для личного пользования. Разумеется, в данном случае это уже не для публикации, а для личной, исключительно для личного пользования 10% книги можно сохранить. Ну а в другую сессию можно еще другие 10% сохранить, если так уж это для вас важно. Разумеется, публиковать это нельзя. У нас прямо в нашей читалке можно сохранять цитаты и потом эти цитаты использовать в конструкторе рефератов. Ну, по мне, так реферат удобнее, конечно, писать в стандартной офисной системе, там, в Варде, например. Ну, во-первых, никто не обязан иметь на своем компьютере Word, это платная программа, да, во-вторых, не все используют офисные продукты. Короче говоря, рефераты можно делать прямо в нашей системе, распечатывать их оттуда, либо уже готовый какой-то вариант, либо полуфабрикат брать и уже его переносить в офисную систему для конечного оформления. У нас есть два ролика, которые мы, учебных ролика, которые я, вот ссылки на них располагаются. Ну, вот, Алексей ответил на вопрос про Альпину. Два ролика, которые я, во-первых, рекомендую посмотреть вам, а во-вторых, вы можете рекомендовать эти ролики вашим читателям, если они будут спрашивать вас, как работать с библиотекой. Давайте один из этих роликов, ознакомительный экран, сейчас посмотрим, вот, а с остальными вы можете ознакомиться позже. позже. Одну минутку, сейчас я его запущу. на время показа ролика, это примерно 10 минут, я выйду из эфира, но в чате останусь, если у вас есть вопросы, вы можете прямо задавать их. Этот ролик подробно объясняет, как производится работа с ознакомительным экраном и какие там есть нюансы, в частности нюансы для библиотекаря, дополнительные свойства, дополнительные возможности. Продолжение следует... Добрый день, уважаемые друзья, меня зовут Павел Калиников, и мы с вами продолжаем знакомиться с функционалом и интерфейсом электронной библиотечной системы университетской библиотеки онлайн. Сегодня мы поговорим с вами о том, как читать книжки в нашей электронной библиотечной системе. Для начала выберем одну из книжек, которая уже была сохранена среди последних книжек, которые я читал. Выберем вот эту книжку и попадаем в экран, где эта книжка описывается. Прежде чем начать читать эту книжку и познакомиться с особенностями книжного плеера или читалки. Посмотрим, какую информацию мы можем извлечь и каким образом мы можем ей манипулировать на первом экране представления нашей книжки. Для начала мы видим, что книжка представляется своей обложкой и некоторым описанием, которое мы сейчас разберем. Хочу вам сказать, что я сейчас вошел в систему под студенческим аккаунтом и чуть позже я расскажу, чем отличается данный функционал, если вы входите под аккаунтом преподавателя или библиотекаря. Итак, мы попали на страницу представления книжки и теперь давайте посмотрим, что мы здесь видим. Во-первых, мы видим обложку и две кнопочки читать и кнопочка, которая может присутствовать, а может и нет печатный экземпляр. На кнопочку читать мы нажмем чуть позже. Давайте посмотрим, что происходит, если мы нажмем на кнопочку печатный экземпляр. При переходе по этой кнопке открывается интернет-магазин Директ Медиа. Вот открылась эта страничка и мы видим, что та самая книжка, которую мы видели в электронной библиотечной системе, появилась здесь в интернет-магазине. Ее можно скачать, заплатив какую-то сумму, либо можно попросить распечатать по технологии Print on Demand. Вот вы видите, есть такое изображение принтера, мы можем на него нажать и возникает окошко заказа печатной версии книжки, в которой вы можете выбрать количество экземпляров и появится сумма, которую необходимо заплатить, выбор переплета, можно сделать виды доставки и так далее. Вот, и после этого эту книжку можно получить в печатном экземпляре, если это необходимо. Но мы продолжим знакомство с функционалом чтения книжки в университетской библиотеке онлайн и посмотрим, какие здесь еще доступны выборы, какие ссылочки есть, какие кнопочки и на что еще можно обратить внимание. Ну, во-первых, мы видим, что некоторые надписи здесь являются кликабельными, то есть являются ссылками. Прежде всего, кликабельной является фамилия автора. При нажатии на эту ссылочку получаем список всех книг, которые есть в электронной библиотечной системе этого автора и, соответственно, любую из этих книг можно выбрать и почитать. Сейчас мы это делать не будем. Ниже под названием книги мы видим список дисциплин, к которым приписана эта книжка и, соответственно, любую из этих дисциплин мы можем тоже выбрать. Вот давайте попробуем выбрать дисциплину иностранный язык. Нажатие на эту ссылку вызывает поиск по данной дисциплине. Если мы нажмем кнопочку параметры поиска, мы видим, что в этом фильтре набрано название дисциплины иностранный язык и ниже мы видим, что появилась информация о том, что найдено 888 изданий по этой дисциплине. Мы их также можем просмотреть и при необходимости приступить к чтению. Точно также можно перейти по ссылке, которая представляет жанр. В этом жанре хранится почти 10 тысяч различных наименований. Вернемся назад к нашей страничке. Следующая кликабельная ссылочка это название издательства. При нажатии на эту ссылку мы переходим на все книжки данного издательства. В данном случае это наше издательство Директ Медиа. Мы сейчас увидим, что высветятся все издания помещенные ВБС нашего издательства. Ну вот их здесь достаточно много. На первом экране показываются только некоторые из них. При необходимости можно пролистать дальше. Какие есть еще ссылочки и кнопочки? Ну, во-первых, есть ссылка соцсетей, в которых можно опубликовать информацию об этой книжке. Дальше есть возможность поставить оценку книжки. Ну, я думаю, что это имеет смысл сделать после того, как вы хотя бы частично прочли данную книжку. Есть еще одна возможность это занести данную книжку в избранное. Вот давайте попробуем это сделать. Нажимаем на эту кнопочку, вот вы видите, что плюсик сменился на минус. Это значит, что при последующем нажатии эту книжку из списка избранных пропадает. Ну, давайте еще раз нажмем на эту кнопку и посмотрим, где же эта книжка появилась. Для этого нам надо перейти по ссылочке «Моя библиотека». И вот мы видим, что по этой ссылочке есть список книг, которые вы читали последние, а также избранные книжки. Вот к избранным книжкам относится в данном случае вот эта книжка, которую мы только что отметили. Когда вы читаете несколько книжек, очень удобно отбирать книжки при помощи этого механизма, чтобы в следующий раз было их легко найти. Вернемся к страничке представления книжки и дальше посмотрим, что еще можно сделать. Ну, во-первых, есть информация о кодах этой книги в СБН, УДК и ББК. Непосредственно для чтения эта информация не так необходима, но она может быть необходима для роли библиотекаря. Далее, у каждой книжки есть аннотация. Аннотация очень удобна для того, чтобы понять, стоит ли вам начинать чтение книжки или нет. Или по этой аннотации уже видно, что книжка не та, и надо выбрать какую-то другую книжку. Есть содержание. Содержанием очень удобно пользоваться. Если вам сразу надо перейти на какую-то страницу, не первую, то можно вместо того, чтобы нажать на кнопочку читать, перейти сразу на какую-то страничку. Мы сейчас не будем это делать. И в некоторых книжках, не во всех книжках, правда, есть вот такая опция, как список литературы. Список литературы это список той литературы, которая есть в этом конкретном издании. Это очень удобная опция, особенно, когда вам надо что-то процитировать. Вы пишете какой-то труд, учебный или научный, и вам надо процитировать не только данные издания, но и какие-то другие издания, статьи и так далее. Тогда вы просто копируете отсюда то, что считаете нужным. Ну и, конечно, для цитирования очень важна вот эта вот кнопочка, которая называется библиографическое описание. Библиографическое описание используется тогда, когда данное издание вы будете использовать в своей работе и на него надо сослаться. Причем сослаться надо грамотно с использованием всех правил библиографического описания, которые, кстати, закреплены в особых ГОСТах. Так вот, в этом случае вы просто берете и переносите копипейстом данную информацию в ваш список литературы или список источников в вашей работе. Это очень удобная опция и ей очень удобно пользоваться. Давайте, прежде чем перейти к чтению, я вам покажу какие дополнительные опции появляются, если вы входите не в режиме студента, а в режиме преподавателя или в режиме библиотекаря. Для этого я загружу эту страничку в другом аккаунте. Итак, теперь я вошел в аккаунт преподавателя и посмотрим, чем отличается страничка представления книжки от аккаунта студента. Промотаем вниз нашу страничку и мы видим, что вместо одной кнопочки библиографическое описание, которое осталось прежней, появились еще две кнопочки. Это описание в русмарк и поместить в. Описание в русмарк формирует файлы, которые можно загружать в автоматизированную библиотечную систему. Не будем сейчас это делать, это достаточно специфическое занятие. а вот кнопочка поместить в она позволяет управлять появлением этой книжки в определенных разделах электронной библиотечной системы. Например, первое, что можно сделать, это поместить в учебную программу. Давайте сделаем это. Появляется окошко, которое предлагает нам либо создать новую программу, либо выбрать из каких-то программ. давайте выберем какое-нибудь тестовое название, например. Подтверждаем. И теперь давайте разберемся, где эта книжка появится. Для этого нам снова надо перейти в наш профиль, вот сюда. И вот здесь выбираем мой вуз вкладочку. Здесь появляется информация о вузе. и в информации о вузе есть список преподавателей. В списке преподавателей выбираем тот аккаунт, под которым мы вошли. Ну и здесь есть все учебные программы, которые мы создали. В данном случае это тестовое название. И переходим по ссылке рекомендуемые материалы. Раскрылся список рекомендуемых материалов. И вот здесь в разделе книги появился тот учебник, который мы с вами выбирали. Вот ссылки кликабельные. Мы можем нажать на эту ссылку и откроется опять вот эта страничка, с которой мы и произвели наши действия. Что еще? Куда еще можно поместить? Еще можно поместить в книгообеспеченность. Но давайте этот вопрос отложим до того момента, когда мы в наших учебных роликах рассмотрим вопросы книгообеспеченности. Итак, мы почти полностью просмотрели эту страницу. ниже идут некоторые рекомендации, какие книжки еще вы можете посмотреть, исходя из статистики посещений электронной библиотечной системы. Наконец, мы добрались до самого главного и теперь нажимаем на кнопочку читать. Посмотрим, что происходит. коллеги, давайте продолжим наш вебинар. Я надеюсь, что вам этот пункт теперь понятен. Что касается читалки, я про нее вам рассказал. По остальным роликам вы можете пройтись уже после нашего вебинара, если это будет необходимо. Поиск. По поиску тоже есть такой ролик большой. Скажу лишь вкратце, поиск есть обычный, когда вы вот в этом окне что-то ищите, не открывая дополнительные возможности, и расширенный поиск, в котором можно сделать массу настроек фильтров и так далее, по году, по издательству, по УГСН, по типу издания, книга, аудиокнига или журналы и так далее, и так далее. Можно сделать сразу полнотекстовый поиск, по умолчанию ищется только в описании то, что вам надо, и так далее, краткий поиск, и так далее. Много разных настроек здесь можно сделать. Опять же, вот по этому адресу вы можете посмотреть ролик 10-минутный с полным описанием возможности нашего поиска. В любой роли доступны так называемые поисковые выборки, когда в процессе поиска вы делаете выбор каких-то отдельных книг, и они потом появляются в вашем личном кабинете, вот в области «Мои события», «Поисковые выборки», под вкладкой «Поисковые выборки», здесь имя «Поисковые выборки», и в этой поисковые выборки набор книг, которые в эту поисковую выборку входят, кликабельный список, который прямо ведет к той книжке, которая вам необходима. вкратце, для преподавателей доступна опция просмотра их показателя RINC, то есть для этого надо преподавателя явно зарегистрировать по полной его фамилии, именем и отчеству, это обязательно надо, потому что иначе обмен с e-library не будет произведен нужным образом, а здесь просто происходит считывание его профиля из сайта e-library, так что преподаватель может всегда посмотреть свои показатели цитирования прямо в электронной библиотечной системе. Про это я не буду говорить, это особый разговор связанный с авторской деятельностью в нашей библиотеке, о том, что мы принимаем меры для того, чтобы цитируемость чтения и публикации происходили как можно быстрее и соответственно вот этот линькообмен приводящий к увеличению цитирования автора происходил бы как можно быстрее. У нас есть еще достаточно такой интересный функционал связанный с книгообеспеченностью, но вам, наверное, не буду об этом говорить, в рамках публичных библиотек это не так интересно. есть специальный раздел, который у нас называется именитые ученые и писатели, в котором это такой биобиблиографический раздел нашей электронной библиотеки, где есть информация о примерно 2000 российских и зарубежных авторах, представленных в нашей электронной библиотеке. Вот так примерно выглядит главная страница. Здесь можно поискать какого-то автора. Найдя его, вы получаете достаточно подробную биографию его. В конце биографии приведен список его произведений. И если эти произведения представлены в нашей электронной библиотеке, еще и список обложек этих книг, по которым можно сразу ткнуть и перейти к его книгам. Вот такие комплексные странички, на которых можно почерпнуть полную информацию о каких-то авторах, которые являются известными. Что делать пользователю библиотеки, когда у него возникли какие-то трудности или он хочет задать вопрос? Мы предлагаем четыре пути. Во-первых, это наш учебный канал на ютюбе. Давайте я вам прямо сейчас дам ссылку на наш канал. У нас уже более двух тысяч подписчиков и если вы пополните их число, это будет здорово. Сейчас в чат даю ссылочку на наш учебный канал. На нашем канале публикуются учебные ролики, вся видеоинформация, связанная с нашей компанией, а также записи всех вебинаров, которые у нас проходят. Там этих записей уже более трехсот. Собственно, мы вас приглашаем посетить наши вебинары на наших вебинарах в рамках Директ-Академии, которые проводятся почти каждый день. Это огромная информация, большая, гораздо больше, чем в учебных роликах или в одном вебинаре, то, что я могу рассказать. Это огромный массив учебной информации, которые вы можете получить, записавшись на наши вебинары. Конечно, это техподдержка традиционная. И, наконец, обращение к персональному менеджеру. Вот наш видеопортал на YouTube. Такие плейлисты у нас есть, как функционал университетской библиотеки онлайн, записи вебинаров, записи выступлений с конференцией. Есть еще вот такой интересный раздел, как практикум автора учебного контента. Здесь просто даются рекомендации продвинутым авторам, которые хотят создавать интерактивный и мультимедийный контент, как им работать, с каким аппаратом и с какими инструментами можно это делать. Это некая дополнительная информация для электронных авторов. Техподдержка. Как я уже говорил, почти на каждой странице есть вот такая вот вкладочка сбоку или внизу, там в разных версиях меняется положение этой вкладки. Прямо в этой вкладке вы можете задать свой вопрос. По возможности вам ответят прямо в реальном времени, если простой вопрос и если это днем происходит. Если нет, то ответят, когда админы появятся и решат этот вопрос, как правило, в течение дня. Вы также можете написать по почте на HelpDirectMedia.ru, позвонить по бесплатному телефону, либо связаться по скайпу с нашими админами, которые постараются решить вопрос сразу. Если вопрос не очевидный, то лучше сначала его задублировать письмом и потом обратиться уже по этому письму с разъяснениями устными. И, наконец, если ничего вам не помогло, а остались у вас проблемы, вы обращаетесь к вашему персональному менеджеру, и он тогда уже вам должен разрешить все ваши проблемы, возможно, даже путем каких-то изменений в программном коде, если это возможно. Что еще я советую посмотреть библиотекарям по университетской библиотеке онлайн? Это мои вебинары, которые прошли в январе 2018 года. Кстати, в сентябре этого года будут повторно проходить эти вебинары в рамках Директ-Академии, вы сможете снова их посетить, принять непосредственное участие. Один из них традиционно, вот такие вебинары мы проводим примерно раз в полгода. Первый из них это университетская библиотека онлайн для библиотекаря, где описан функционал конкретно библиотекаря, он достаточно продвинутый. Специальный вебинар это рекомендательный сервис книгообеспеченности в университетской библиотеке онлайн. Ну и наконец вебинар, который называется в основном для преподавателей, это преподаватели и издательства, как оптимизировать работу над электронным учебным изданием. Это для тех преподавателей, которые, ну и вообще для всех, кто хочет стать авторами Директ-Медиа, авторами, которые хотят, чтобы их книги были помещены в наши электронные библиотеки. И наконец я вас приглашаю в нашу Директ-Академию. Директ-Академия это наш, ну вот, трудно назвать это продуктом, это проект, который длится уже с 2014 года. Это система наших вебинаров. Вот я привел ссылку на сайт нашей Директ-Академии. Это система бесплатных вебинаров, которые может посетить каждый. Вебинары ведем мы, представители университетской библиотеки онлайн, а также приглашаем ведущих экспертов в обучении, в образовании, в IT и многих других областях, которые интересуют широкую аудиторию, связанную с проблемами образования. Вот приходите к нам в Директ-Академию и будет вам интересно. Ну и наконец, то, о чем я хотел вам рассказать, сейчас быстро пройдемся, уже в пределах полутора часов закончим наш вебинар сегодняшний. Это ArtPortal. Это наш совершенно особняком стоящий продукт. Как я уже говорил, это продукт по большей части бесплатный. Представляет он собой обучающий учебный портал. Я бы не хотел, чтобы мы его называли галереей, просто вот у нас для него есть специальный слоган, который гласит больше, галерея. В этом проекте вы сможете найти большое количество иллюстраций из мира искусства и достаточно подробные их описания, а также некоторые специальные дополнительные разделы, которые дополнят эту информацию. Сам ArtPortal, вот главная его страница. Не буду описывать здесь достаточно очевидный интерфейс, либо вы можете посетить соответствующий вебинар, который в скором времени будет, и посмотреть подробнее про ArtPortal. Вот адрес ArtPortal, это три буквы Art перед нашим главным доменом второго уровня BiblioClub.ru и сразу попадаете на ArtPortal. ArtPortal это более 64 тысяч изображений, 5000 авторов из более чем 3000 различных музеев. Жанры, стили и направления совершенно различные, их несколько десятков, я даже не буду здесь их все упоминать. В ArtPortal его платной версии доступен просмотр иллюстрации с увеличением, некоторые картинки даны с очень крупным увеличением, это многие тысячи пикселей по горизонтали и по вертикали. в рамках ArtPortal действует еще один проект, который вырос до самостоятельного проекта, но вообще-то это подпроект в рамках ArtPortal и подписка на ArtPortal платная также ведет сразу к подписке на ArtTecu, так называется этот проект. ArtTecu это подписной сервис ArtPortal каждые две недели выходит новый выпуск ArtTecu, ArtTecu это выпуск ArtTecu представляет собой достаточно подробную страницу, то, что сейчас называется термином Long Read, то есть длинную большую страничку, содержащую структурированную, глубоко структурированную, содержащую большое количество информации, текстовой информации, информации иллюстративной, мультимедийной, интерактивной и так далее. Среди вот так вот выглядят примерно обложки наших проектов. В настоящий момент доступно более 60 выпусков ArtTecu. Как я уже говорил, каждые две недели производится новый выпуск. Вот такие интерактивные элементы присутствуют. Это не единственный вид интерактивности, но вот один из них называется ось времени или таймлайн. Это такой слайдер, который переключается между различными произведениями, а внизу присутствует шкала времени, на которой располагаются эти произведения. И вот на этой шкале вы тоже можете выбрать определенное произведение и к нему перейти. Можете увеличить или уменьшить масштаб времени, мышкой перетаскивать с времени туда-сюда. Таким образом, это некий способ показать, как располагаются произведения, в какое время они были созданы и показать сами произведения. Данное произведение кликабельно и когда вы на него нажимаете, оказываетесь на нашем арт-портале и можете его посмотреть уже в увеличенном виде. У нас ряд наших выпусков ортотеки являются интерактивными путешествиями, так называемыми. В их основе лежат изображения сверхвысокой четкости, так называемые гигапиксельные картинки. Вот смотрите, какое изображение по качеству 30 тысяч пикселей на 17 тысяч пикселей. Это примерно если перед вами сейчас монитор Full HD, это значит 15 экранов в ширину и 15 экранов в высоту. Вот такая огромная стена при отображении пиксель в пиксель. Такое разрешение позволяет делать увеличение до 20-30 раз без ухудшения качества. То есть вы можете приближать условную камеру и разглядывать все меньше и меньше элементы на изображении. Вот например посмотреть вот этого человечка, который здесь стоит в большом изображении, в большом масштабе и так далее. у нас есть несколько 6 или 7 таких проектов. Ну вот один из них, как я уже говорил, как здесь отмечено по БОСХу. Выглядит это примерно так. Слева увеличенное изображение основного произведения. здесь среднее изображение среднего масштаба, не самое большое. А справа контекстная информация, какие-то тексты, какие-то дополнительные изображения, если необходимо, иногда видео или звуковая информация. и так слайдером вы можете перемещаться по полотну и исследовать его одно за другим разные варианты. У нас есть полностью открытый один из даже даже несколько у нас есть таких произведений, которые полностью открыты, даже в бесплатной версии. Вот одно из них это Иванов явление Христа народу интерактивная карта. Вот здесь вы видите например фрагмент произведения, а справа один из этюдов, которые Иванов делал к этому полотну. Если вас это интересует, давайте я вам прямо сейчас одну минутку я его найду, дам ссылку на этот выпуск с тем, чтобы вы могли посмотреть, как это интересно. сейчас мне надо будет потратить на это чуть-чуть времени, примерно полминуты, чтобы я мог взять это. Так, вот она эта ссылка и по ней вы сможете, даю ее прямо в чат и по ней вы сможете прямо чат сейчас или чуть попозже посмотреть, что из себя представляет вот такое интерактивное путешествие. Ну и чтобы подробнее ознакомиться с арт-порталом, вы можете посмотреть запись вебинара 25 января от портал в помощь школьнику или студенту или преподавателю, либо ознакомиться, вот предыдущая ссылка Директ Академия.ру, аналогичные вебинары пройдут в сентябре и я вас приглашаю на эти вебинары, вот один из них тоже будет посвящен от порталу, приходите и смотрите, что вам интересно. Ну и отдельно арт-отеке был посвящен вебинар 20 июня, вы тоже можете посмотреть его запись, либо аналогичный вебинар посмотреть в сентябре, записаться на него и посмотреть. У меня собственно все, вот мы с вами как я и обещал уложились между часом и полутора часами. Я вам еще раз хочу напомнить для тех, кто присутствовал, что вы можете получить сертификат примерно через час, может быть немножко раньше, но если немножко раньше не будет, не обессуньте. Еще раз хочу повторить вот эту ссылку, что по этой ссылке в поиске по, используя свою фамилию либо имейл вы сможете найти именной сертификат бесплатный, который можете использовать. Какие у вас есть вопросы, задавайте, пожалуйста, я готов на них ответить. Я или Алексей, который сейчас находится тоже, готовы на них ответить. Ну, хорошо. Если пишите пока свои вопросы, если они есть, если нет, я хочу обратить внимание, что со мной можно связаться вот по этому, лучше всего по вот этой вот почте. Вы также можете подписаться на нашу страничку в Фейсбуке. Там мы публикуем все новости, которые у нас в компании происходят, если вы присутствуете на Фейсбуке. Страничку нашего видеоканала на Ютубе я тоже вам дал. Подписывайтесь, пожалуйста, на него. На нем много чего интересного происходит. Ну и еще раз приглашаю вас в Директ-Академию на наши вебинары, которые будут проходить в течение всего учебного года почти каждый рабочий день. Мы постараемся для вас сделать очень интересную программу не только про наши продукты, но и про много-много других интересных вещей. Коллеги, раз вопросов нет, давайте с вами прощаться. Спасибо, что вы пришли. Вас сегодня было здесь достаточно много, почти 50 человек. Рад буду с вами снова встретиться в рамках других вебинаров Директ-Академии. Не забывайте нас, используйте наши продукты и я надеюсь, что они вам понравятся. Всего хорошего, до новых встреч в эфире либо прямо вживую. Так, вот это с этим есть некоторые сложности, они решаемы, но пожалуйста, пожалуйста, напишите мне вот по этому адресу, который я уже приводил, опишите эту проблему, я постараюсь эту проблему решить, необходимо ручками вмешаться в тот процесс, который на самом деле является автоматическим, сертификат у нас автоматически производится по имени и фамилии, в него можно вмешаться, но есть некоторые проблемы, поэтому может быть это коллега получит чуть попозже, не через час свой сертификат, а как-то может быть я лично пришлю вот вам этот сертификат на письмо или как-то иным образом, мне надо будет подумать, как это сделать, ну что ж коллеги, еще раз до свидания, до новых встреч, надеюсь с вами встретиться либо в эфире, либо может быть даже вживую на какой-нибудь конференции или на каком-нибудь семинаре.